а здрасте друзья всем привет уленьки продолжаем играть девятнадцатую ферму золотой колос и вроде опять я как-то много работы себе всякой разные придумал короче всем приятного просмотра не забывайте что знаете ли по правилам ютуба если вам видео понравилось то надо поставить лайкусик не надо нарушать правила ютуба да в общем-то всем приятного просмотра погнали что друзья давайте посмотрим что у нас вообще происходит что нам надо делать после прошлой серии прошел еще один день когда я все посеял и плюс я еще закончил с лесом но об этом чуть попозже давайте начнем друзья с наших животных такой обзорчик маленький значит коровник у нас во первых уже вылупились животные новые то есть тот молодняк который был он стал подрастающими и их всех перевело в четвертый корпус поэтому у нас сейчас забиты все корпуса как видим все забито плюс 600 телят лишние продаются сами если их некуда девать они подрастают они насколько я понял тоже продаются в эту ночь там продано животных было вот графа 98000 его до этого они еще продавались короче пускай продаются и и все по еде у них проблемы есть корма смесью вот когда они в 12 вылупили сразу же смс к пришла чтобы она смеси не хватает я что было то закинул но не запустил завод на давайте мы запустим этот самый корма смеситель тут он еще ресурсы есть пускай производится потом все закинем по остальным ресурсам у них вроде как все в порядке но на складе осталось не так много травы не так много силы с этим тоже надо будет позаниматься и солома тоже но солома ладно много солому в принципе можно им и докинуть жим их отруби у них кстати закончился и свекла я им подвозил опять чуть-чуть ну то есть забил опять до полного солому со склада можно всем обновить он ее еще 114 кубов осталось все нормально принципе моносмесь он производится довольно быстро ее можно сразу же закидывать ладно пускай производится становится линия корма смеси и закинем все что там сделалось старых коровок у нас пока что нету поэтому там все нормально молока нам уже произвели 92 куба навоза уже 100 кубов есть я не знаю много это ли мало расход какой но мы его будем использовать когда склад будет подходить к своему завершению какому-то тогда мы чё-нибудь посыпем навозом посмотрим как это какой там расходность и так далее коровками в общем то все понятно с ними все хорошо далее друзья овчарные овечки у нас появились только недавно тут уже тоже подрастающие у нас появили они они у нас давно появились или недавно короче подрастающие у нас тоже появились в общем то они тоже будут продаваться скоро корпуса забиты для ягнят еще чуть-чуть место тут есть но в ночь опять таки это все дело изменится шерсти они нам надавали уже 40 кубов кстати можно будет уже отвести наверное это все дело на ткацкую фабрику запустить переработку пока пускай перерабатывается но и навоза тут они совсем немного нам надавали по еде у них абсолютно все в порядке поэтому их можно не трогать и друзья есть у нас еще птицы ферма на птицы ферме у нас уже бройлеры которых я привозил туда они стали продуктивными и соответственно их можно было уже убивать поэтому у нас есть 15 кубов мяса это примерно 5000 птичек насколько я помню и бройлеров я еще завез один поддон с яйцами уже вылупился молодняка цыплятки тут есть и один поддон лежит в инкубаторе 84 процента примерно в 8 часов утра они вылупятся также друзья есть у нас еще и 5490 старых птичек и их тоже в принципе можно забить на мясо яйца они уже не дают и это не сушки все лежат у нас точнее все лежат во втором корпусе в общем то забиваем их тоже на мясо остается 220 у нас курочек там в общем то можно эти поддоны будет подвозить ну и 26 кубов мяса у нас уже лежит на складе также кстати насчет склада мы в прошлой серии делали заказ на контракт нам пельмени пришел контракте к такой 145 кубов ну и так как именно на птицеферме у нас единственный склад который с холодильником есть то пельмени я отвез на этот склад а оттуда их можно будет забрать и этот самый контракт нужно будет сегодня выполнить с этим понятно ну и друзья есть у нас еще свинарник сегодня мы купим свинок пока их тут 550 штук на корпуса мы забьем их полностью но предварительно надо конечно им привести туда еды кукуруза пшеница ячмень соя картофель морковь вода солома надо им привести солома друзья мы возьмем не знаю пару тюков стырим с овчарни их там больше всего привезем раскидаем хотя мне вы знаете так лень ехать что мне кажется проще за тысячу купить корма все можно привести без проблем там есть зерновой склад мы отвезем все на склад можно в принципе отвести туда знаете ли по два прицепа кукурузы по два прицепа пшеницы или ячменян у нас пшеница есть поэтому отвезем пшеницу сои можно отвести два прицепа там склад есть или даже больше вот картофель морковь с этим уже скажем так проблемы потому что склада овощного там нету надо будет вести вручную ну и вода разумеется мы просто починим водонапорную башню и молока можно будет сразу же привести кстати поросяткам которые вылупятся в следующую ночь в общем-то со свинальником надо будет поиграться я туда провел автодрайв правда только на склад но по крайней мере вот эти можно будет забить пока что корм для свиней мы делать не будем потому что нету этого пака в наличии которым есть производитель корма как только ребята его выпустят займемся кормам для свиней но или же можно будет овощной склата в том paki по моему еще склад для овощей был можно будет туда свое овощной склад впендюрить и подгружать все со склада ну или же корм производить без разницы тут это замечающее друг друга продукты они если есть корм они едят корм если корма нету они начинают жрать все вот это ведь все вот это они не трогают если есть корм jakta так это работает я думаю все понятно далее друзья погнали пробежимся еще по заводам посмотрим что у нас происходит на заводах комби кормовый цех который нам делает корм для курочек он в принципе мы его пока что не трогаем тут ничего нету ничего не работает но они не так много жрут чтобы постоянно этот завод запускать и производить им слишком дохрена корма пускай этот сожрут потом будем думать что с ним делать дальше консервный завод у нас там заказ до сих пор делается уже сколько уже много дней он делается 81 куб еще осталось когда все сделается заберем отвезем на склад эту томатную пасту может быть запустим что-нибудь еще корма смеситель у нас все делает он молодец масло экстракционный завод у нас не работал последнее время там он подсолнечное масло разливное лежит 50 кубов но не знаю пока что с ним делать пускай стоит и и все мебельная фабрика друзья у нас там работает туда отвезены были все деревья которые были отвезены щипы тут уже прям дохренища лежит ну и делается мебель мебели тоже в принципе много когда она вся доделается когда вот эти две линии тут уже то требуется вы знаете что-то мне как-то впадло его производить я хотел за день до этого даже напоминалку все ставил там на стриме на спонсоркам все это было но полюме кнопки залипли на перемотки времени я там время мотал короче не успел запустить это все дело на ночь поэтому ладно но того влияет друзья просто ресурс начнет просаживаться чуть чуть быстрее чем без то учетом того что я собираюсь продавать мебельную фабрику то она нам как бы то и не надо да кстати мебель здесь тоже там склад на 800 кубов она уже тоже забилась и там стоит man который универсал тоже загруженной мебелью 48 кубов там просто под конец дня не хватило когда мебельная фабрика в 9 часов откроется мы его запустим и вся мебель которая там и но не вся там пару короче поездок отправим его повозить все это дело на склад что с ней потом будем делать я пока тоже не знаю может быть контракт будет какой-то может быть просто и все продадим без контракта главное чтобы дсп лишний не осталось но будем смотреть чтоб не осталось это все дело у нас будет контролировать с мебелькой в общем то понятно мельница друзья мельница у нас по моему сейчас еще прокачивается да у нас еще идет ремонт 4 часа я запустил обновление до 4 уровня то есть она сейчас будет прям быстро быстро работать все линии работают там все хорошо остался еще овес до контракт на вес который был его выполнил потому что он уже закончился и показывать это мне особо сильно не хотелось я в общем то как только нужное количество появилось я сразу же запустил апгрейд ну и выполнил контракт в общем то весь этот апгрейд завершится можно будет дальше переделывать овес который мы убирались боль много его убирали ну а здесь мы будем заниматься пшеничной мукой дальше на продажу сахарный завод далее есть у нас там дохренища свеклы сейчас он тоже не работает его я тоже запустил друзья в апгрейд через час апгрейд закончится этот день этот завод еще поработает я запущу его на четвертое обновление тоже можно будет на ночь это дело все поставить красняком мы не занимаемся ту линию я вообще не трогаю а вот линию переработки свеклы мы запустим в апгрейд пускай дальше делается сахар его уже 412 кубов у нас там есть но еще дохренища свеклы есть катская фабрика продолжает свою работу хлопок уже почти весь переработался можно будет туда еще шерсти немножко закинуть потому что шерсть тоже не 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 шибко быстро перерабатывать ее кстати тоже можно линию про апгрейдить будут посмотрим наверное да наверное мы про апгрейдим линию вообще с другой стороны я эту фабрику тоже планировал продавать но это будет не скоро потому что у нас до сих пор еще не переработалась вся сухая солома льна в общем то 10 часов завод открывается будет она работать пускай работает но и хлебокомбинат у нас это не наша собственность поэтому ничего интересного тут пока что нету можно еще сделать заказ на производство печенья но сюда надо будет привести давайте посмотрим может быть что-нибудь и можем привести если делать 300 кубов по старой доброй традиции нужно привести 30 кубов яиц из того что мы можем подсолнечного масла 24 куба мы можем привести сахара 63 куба мы можем привести молока 33 куба мы можем привести и муки в принципе мы ее сделаем так что можно будет это в следующей серии этим заняться почему бы и нет заказ делается довольно таки быстро положим привезем яйца можно и сливочное масло с молоком на самом-то деле сделать со сгущенкой например чтобы вообще все свое вести но на самом деле это на стоимости ты вообще никак не отразится подсолнечное масло сахар привезем молоко привезем и муку привезем вот 350 тысяч будет стоить это все дело нормально можно будет заняться ну и друзья еще последнее это теплички давайте посмотрим что там с ними там в принципе все просто выращиваем клубнику на продажу плодоношение 87 процентов на одних и на других добрений пока хватает до конца сезона я вот правда насчет сезона еще не уверен как это все дальше у нас будет проходить по полям друзья что у нас еще имеется во первых полянка вся от деревьев освобождена лесом больше заниматься я не буду мне надоелось все с меня довольно с меня хватит но здесь растет травка которую мы будем косить носилась и тут в принципе все понятно все поля друзья абсолютно засеян и пшеницей абсолютно все то есть пшеницы будет мега дохрена и соответственно будем делать из нее муку пока в деньги будем скажем так упираться ее можно много продавать много производить поэтому почему бы и нет в общем-то выгодное занятие правда что-то как то недосеяно а тут недокультивировано было да там какой-то с топливом косяк был неважно все остальные поля созрели и с ними все хорошо но уборка друзья потом уборка потом в общем-то погнали работать начинать все по плану и первым друзья мы отправим работать вот этого мана может он с краю стоит в принципе без разницы кого отправлять у него будет простая задача перевести немножко зерна на свинарник сейчас мы посмотрим что туда надо запустим ему автогруз автодрайв и отправим его работать в общем то тут все просто пока его ставим вот сюда во первых смотрим чё туда надо привести свинарник нужно привести кукурузу пшеницу и сою как раз есть склад склад свинарника на 2400 литров я не знаю в какой пропорции они будут есть все что мы им туда привезем даже все есть правильно ферма груза соя пшеница есть принципе и ячмень можно ячмень отвести кстати она же нам не нужна пшеницу то лучше на муку а ячмень на крупу да лучше мы ячмень тогда отвезем это ячмень получается 260 кубов если все туда вести и свою можно всю туда вести давайте считать дохрена раз ему надо будет скататься конечно но ничего страшного и так в принципе можно даже сразу все это дело мутить смотрите отвозим туда весь ячмень это 260 кубов 261 будем считать это получается четыре с половиной поездки ну то есть пять поездок сои у нас всего лишь 363 куба но можно считать это 7 поездок ну и кукурузы мы наверное может быть и 470 кубов и отвезем 600 оставим или сколько там надо давайте 300 кубов отвезем остальное можно в кукурузную крупу будет переделать почему бы и нет давайте 5 поездок его просто отправим да и все кукуруза по этому мутим этому товарищу авто груз загрузить со склада товар давайте по-хитрому сделаем смотрите ячмень один раз с фермы потом загружаем саю один раз с фермы и один раз кукурузу один раз кукурузу сфермы он туда все это отвозит делать три поездки мы можем заниматься дальше свиньими то есть за забить их купить и все такое прочее а после этого он уже начинает там кататься от души То есть все остальное, ячменя оставшиеся 4 раза, сою оставшиеся 6 раз, тоже с фермы И кукурузу, оставшиеся пускай, ну 5 раз, ладно, пускай 5 потом ездит, пускай она там лежит Кукурузу в падлу будет выращивать просто так, хотя может когда-нибудь поупариваемся Ну короче говоря, вот, здесь 6 заданий, ячмень, соя, кукуруза, ячмень, соя, кукуруза Он их будет по очереди выполнять и все у него будет хорошо Здесь мы ему поставим, да пускай даже жмых стоит на самом деле, он тогда, когда закончит кататься Не сможет ничего загрузить и будет недоволен Загружаешься ты на зерно загрузка и выгружаешься ты свинье зерно Вот так вот называется точка сейчас там, предварительно Потом как-нибудь сделаю по-человечески Ну и товарищу мы отправляем Единственное, кстати, знаете, что надо сделать? Надо еще ему поставить, отвозить при уровне поменьше Пускай будет 10% Чтоб если он мало загрузится, все равно стартанул и поехал Короче, он катается, я думаю, есть он просить не будет Топлива у него хватает, пускай катается Далее, друзья, мы берем другого мана, только вот не этого Что-то мне как-то вообще не хочется на нем ездить, он неустойчивый Давайте черненького возьмем С помощью него нужно отвезти картошечки нашим будущим свинкам Поэтому поехали, загрузимся, во-первых, картошечкой Я там уже с автодрайвом успел накосячить Что-то я там неправильно маршрут проложил Глюкануло, на самом деле, по большей части Именно глюкануло, когда я там делал, сейчас возился минут 5 Пытался найти, где там точки не соединены И таки нашел Короче говоря, картошечку загружаем Отвезем сейчас этот прицеп То, что не влезет им туда, отвезем обратно В принципе, логично А вот и здрасте Вот он наш свинар Я его вроде как еще не показывал, поэтому давайте пробежимся Небольшая экскурсия Значит, вот здесь вот находится у нас склад Зерновой вот сюда вот мы выгружаем зерно И с этого склада потом можно будет спокойно кормить нашу живность В принципе, видите, площадка здесь есть Можно установить и овощной склад, наверное, поставить сюда И будет этот кормосмеситель для коровок Да, я знаю, что можно на глобале найти какой-нибудь кормосмеситель Но не хочу я на этой карте пользоваться глобалом вообще Поэтому подождем, пока манускриптовцы нам подвезут Есть, в общем-то, вот тут вот корпус для свинок Куда мы, соответственно, выгружаем еду Вот это вот все Свинок выгружаем и все остальное прочее Один корпус находится у нас вот здесь вот Здесь они вот тусуются И второй корпус находится точно так же с противоположной стороны Ну а здесь будет у нас хранилище навоза На другой стороне находится корпус для молодняка Где будут поросятки всякие развиваться наши В общем-то, тоже все понятно Корм, молочко надо будет им привезти и так далее Ну и впереди водонапорная вышка, которую тоже, кстати, надо сейчас починить Чтоб водичка была у наших свинтусов Чтоб они были сыты и напоены всегда 4 тысячи мы на это тратим Она загудела, все работает, все прекрасно Погнали, возьмем наш вот этот вот грузовичок Сейчас высыпем им всем картошечку, которую мы привезли Во все три корпуса Ну, когда она в следующий раз понадобится Может быть, я автодрайв проложу И буду этим самым маленьким грузовичком возить То есть не маленьким грузовичком, а трактором нашим Если вдруг у кого-то что-то хватать не будет Давайте выгрузим сначала поросяткам В принципе, тут всем должно хватить этого прицепа Кружочек сейчас такой вот сделаем Да, они совсем немного, они все потребовали Выгрузим это все дело сейчас в первый корпус Давайте вид из кабины А то ни хрена шеньки ж не видно будет здесь Во, вот тяк вот, пздынь Тут уже побольше, по-моему, им надо Но все равно 34 куба осталось 16500 получается, да? Каких 16? 12500 Это немного Ну, я правда не знаю, с какой скоростью Они это все будут жрать И как часто нам придется сюда это дело подвозить Но ничего, знаете, утром посмотрел Сколько надо и привез Если вдруг надо Если не надо, то не привез Логично, логично Да и плюс, когда у них что-либо заканчивается Они присылают смс-ку За разговором о том, что ЭГГ, Никита, давай-ка вези Так что как-то так В общем-то, товарищ Ты сейчас у нас едешь на разгрузку Овощи Один, выгрузка Выгружаешь оставшуюся картошку И потом он сам поедет и припаркуется Классно работает, правда? Ну как припаркуется? На автомойку У меня парковочные места именно там Давай, друг, едь У тебя все будет хорошо Следующие друзья У нас в работу поедет ман Точнее, Урал Че-то я Урала маном назвал Обычно Татра маны Ну ладно Не суть важна В общем-то Животные Свинарник Сколько им тут надо соломы всего? 20-20-20 Опять 15 тюков надо привезти Но А, 15 тюков, кстати, сюда залезет Надо посмотреть сколько тюков у нас есть на складах В овчарне и в коровнике Где больше? Хотя на самом деле Соломой сегодня можно наделать С этой пшеницей будет столько Что просто обосраться Потом можно будет Этой соломой Но сейчас надо все равно привезти Хоть сколько-то 36 кубов на овчарне А мы всю солому там потратили 102 куба на коровнике Можно с коровника Давайте по 3 тюка на каждые 9 тюков, в общем-то Возьмем туда Потом на уборке я этих тюков соломы наделаю Чтобы впрок было И потом хватало На всю оставшуюся жизнь Погнали, в общем-то, на коровник Стырим оттуда тюков немного Так, тюки у нас вот с этой вот стороны появляются Поэтому давайте здесь, в общем-то И станем Склонды тюков коровник Часть 1 солома А, они по одной штучке выгружаются Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять Вот, 9 штук нам как раз и надо Включаем автоподбор и проезжаем мимо О, их тут 26 штук всего на прицеп влазит Поэтому нормально Сдым, 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 сдым Все падает Ну, 9 штук на старт пойдет И повезли это дело тоже отвезем на свинарник Пребываем мы на нашем уральчике вот сюда И знаете, ввиду того, что он сейчас будет тут брать по максимуму То стоит, наверное, разгрузиться и ручками по 3 тюка все это дело отнести Мне кажется, так будет правильнее Ну-ка, давай, открывайся Или он тюк... Не, берет тюками все нормально По три штучки Это второй Сдымь Взял Молодец И давай третий Получается по 12 кубов в каждом мы сейчас забьем из 20 Но потом довезем Такс Где солома выгружается вот тебе О, корм Солома, сдымь Это для поросяток Я далеко припарковался Погнали, подъедем немножко А то руками туда носить как-то прям не особо хочется Но и на триггер заезжать тоже как бы и нельзя А то он же возьмет все Я его знаю Такс, давай второй И третий тоже берем И выгружаем солому И сейчас опять-таки включаем автопогрузку Чтобы триггер это все дело не схватил И уже можно на грузовичке это все дело закинуть Прям вот сюда Выгружаем И все Теперь здесь все в соломке Все прекрасно Значит, животное Свинарник Смотрим Картофель, морковь по 100% у всех есть Солома по 60% Это все тоже нормально Вода появится, когда появятся свинки Корм особо сильно не нужен Кукуруза, пшеница и чмень Сейчас там в процессе подвоза Но в принципе Кукурузу еще не привезли А вот пшеницу и сою уже привезли Поэтому тоже можно это все дело забить Вот так вот В складах еще 30 кубов осталось В пшенице в складах 59 кубов А как это так? Он же не купил сюда? Или он купил мне пшеницы сам? А ячмень не забрал 59 ячмень не забрал получается Купил пшеницу Ладно, разберусь потом с этим Кстати, он уже, судя по карте, привез Ман кукурузу и выгружает ее прямо сейчас Так что ее тоже сейчас можно будет закинуть Давайте это и сделаем Кукурузу тоже закидываем Из склада 59 Какого хрена? У стрелочка шаранжевая горит Я ж не два раза туда съездил Непонятно, ну ладно Вот за бюджетом покупка или продажа Не уследил Короче, корм забивать не надо Вода забьется сама Молоко привезем потом из коровника Ну и можно покупать свинок тогда Белое, розовое, черное Давайте возьмем розовых Я не знаю почему, но мне хочется именно розовых Только не перемещение, а покупка Розовые свинки Мне кажется, свинки должны быть как раз розовенькими Они вкуснее Берем 550 штук в оба корпуса Это по 275 тысяч В общем-то свиньи не особо дорогие Бздынь, бздынь Покупаем И ждем Сейчас у них появится водичка Появится продуктивность Они начнут нам производить навоз Опа-ки Ошибка Корм для свиней необходимо Но они обойдутся Я надеюсь, что ошибка просто спамится, не будет Вода появилась Продуктивность появилась Все появилось Все прекрасно Даже уже с говнишком в желудках они приехали Почнее в кишечниках И вот они розовые поросятки Ходят тут и все нормально Все прекрасно Будут потом вкусные гамбургеры из них Молоко, друзья, чуть попозже привезем В общем-то со свинками все понятно Поздравляю всех со свинками Погнали работать дальше Есть еще у нас занятия всякие Далее, друзья, нам нужно покосить здесь травку Потому что наконец-то мы можем косить эту полянку Я избавился от деревьев И, в общем-то, давайте ее покосим Я, друзья, обычно кашу просто 18-е поле по курсплею Но сейчас травы нам надо чуть больше Поэтому я ручками объеду и обкашу все Тюковать я это дело тоже пока не буду Потому что пока что это не горит Потом соберем Ну, в общем-то, как раньше Да, я обкашиваю Она лежит, растет Потом я ее еще раз обкашиваю А потом большое количество собираем Будем смотреть, когда она там будет заканчиваться На коровнике, на овчарне И, в общем-то, будем тогда собирать Но так как травы, в принципе, нужно много, да, друзья Я, наверное, это все объеду Не по полю, вот в 18-м А прямо вот вокруг все Или хватит поля Хотя, знаете, хватит и поля А можно тогда и курсплей запустить Че уж тут Давай, друг Докосишь все и едь на автомойку, мойся Это все должно быть прям просто Он раньше в гараж прямо ездил До того, как у нас мойка появилась Его с гаража запускал И все нормально было Ну, сейчас тогда на мойку есть С этим тогда понятно Друзья, есть еще у нас дела Смотрите Есть у нас скорпион Есть у нас лесовоз Есть у нас пенькорезка И это все дело нам больше не понадобится Поэтому я предлагаю это все дело продать А вместо этого купить кое-что другое Тоже интересненькое Так что с чистой совестью этого товарища Отправляем в магазин Пускай едет И вот этого товарища с чистой совестью Отправляем в магазин Сдынь Все, пускай едет Не знаю, когда они туда приедут Конечно, с учетом того, что скорпион первый поехал Он самый медленный И вот этого товарища мы тоже отправляем в магазин Сдынь Тоже пускай едет Ну а сами побежали в этот сам магазин И смотреть, что мы будем покупать-то Вместо вот этого всего дерьма Итак, где у нас? Вон он, триггер Да, я знаю, что есть кнопочка Но мне нравится так В общем-то, что нам надо купить, друзья? Во-первых, для соломы, наверное, имеет смысл купить квадратный Хотя, можно и круглые тики делать А, квадратный я хотел, потому что там склад квадратных тюков Потому что я сейчас пытался вспомнить, почему у меня была мысль купить квадратного тюковщика Так вот, да, возьмем, друзья, квадратного тюковщика, чтобы делать квадратные тюки Затюкуем какое-нибудь поле соломы Что у нас тут по тюковщикам есть? Сейчас же куча навыходила всяких DLC-шек с этими тюковщиками Что из них делает квадратный? Классовский, кажется, баганый был какой-то Квернеланд, это далеко не квадратные тюки, да? А этот еще и с обмотчиком Кстати, классный тюковщик прикольный Он когда обматывает, потом ставит тюк боком Чтобы он не катался Прикольная штука На следующем прохождении с сезонами На этой карте возьмем именно его В общем-то, тут, в принципе, тогда нечего мудрить Берем куновский вот этот Квадратный тюковщик, 40 Сколько он? 40 Почему я думал 40? А, это другой 49 105 тысяч он стоит квадратный Ну ничего Короче, мы его покупаем Пускай будет 105 тысяч С этим понятно Далее, что нам еще надо, друзья? Мы сделали заказ на пельмени А пельмени у нас перевозятся в холодильнике в каком-нибудь Есть два варианта Это, друзья, вот такой вот прицеп Тонар И есть еще у нас контейнер Специальный рефрижератор Я как-то уже про них показывал, рассказывал Можно, в общем-то, контейнер использовать Обычные наши контейнеры Они не подходят под пельмени Потому что они там тают Нужен холодильник Логично, правда? Так как мы, в принципе, уже уперлись У нас уже мясо будет появляться Я думаю, что имеет смысл, друзья, купить прицеп Но в контейнер Вот на самом деле тут интересная механика Но почему-то в этой карьере мне уже не хочется С этим сейчас совсем упарываться Потому что ему надо брать еще и контейнер-генератор Чтобы это все дело заряжать А чтобы заряжать контейнер-генератор Надо еще топливный брать Поэтому... Или взять? Контейнерами веселее будет Не, возьмем Тонара, друзья, в этот раз Потом, может быть, контейнеры как-нибудь Вот Вот такой вот прицеп Тонар На 50 кубов Большой Прекрасный Мы его тоже покупаем за 57 тысяч В нем можно будет возить мясо, пельмени И всякую прочую херню Которая портится в обычных контейнерах Потому что, видите, в продуктовом прицепе Например, мясо, пельмешки не возятся Но это логично Ну и, друзья, что я еще хотел купить Друзья, не поверите Я хочу купить прицеп с винтовым конвейером Причем самый большой Самый классный Вот такой вот Хаулмастер 93 тысячи на 70 кубов Дело в том, что сейчас поля у меня выбираются В основном вручную Что-то как-то по автодрайве У меня это все дело надоело И чтобы миллион раз не тыкать Не выставлять технику в автодрайв Мне будет проще гонять на тракторе Вот с таким вот перегрузчиком Обслуживать комбайны Комбайны гоняют по курсплею По-быстрому убирают поля А рядом грузовички Которые будут отвозить Это все дело Будут ездить как бы Доставка из точки А в точку Б Чтобы грузовиками по полю не гонять Короче, я решил На самом деле в жизни так и делается Решил взять вот такую вот херню Поэтому давайте мы ее купим Ее можно покрасить Поэтому мы покрасим ее в оранжевый цвет Как ни странно Конфигурация 1300 2000 А, это объем Вот на 70 кубов я и хочу такое Покупаем Но этой штуке нужен, друзья, мощный трактор На 400 лошадей Поэтому нужно купить Новый мощный трактор Какой-нибудь большой И на 400 лошадей Чего у нас еще нету У нас нету вот такого вот кейса Правда, к нему лучше было бы этот прицеп брать Так, GPS поставим Выбор колес Пускай будет балансировкой широкий Как обычно Выбор двигателя Там можно и помощнее поставить Почему бы и нет Блин, хочется оранжевый трактор К прицепу Давайте вальтер возьмем большую У нас нету большой вальтеры Во, S серии У нас 0, видите Нету такой Ее можно сделать оранжевой Тем более, это, знаете, трактор На котором я буду ручками только ездить В основном Поэтому пойдет И вот как раз 400 лошадок у него будет Должен будет справляться Покупаем Отлично Тут все готово С покупками разобрались Как раз вот эти вот черти все приехали 590 тысяч мы потратили на все это дело Может быть, конечно, стоило это все дело помыть Перед продажей Ну ладно, за 309 тысяч возраст 8 дней Но это потому, что он стоял в гараже А в гараже возраст не учитывается Чисто я не думаю, что он был бы прям сильно дороже Так, вот эта вот херня у нас приехала Но он засчитал трактор Поэтому надо все это дело отсоединить И трактор убрать После этого мы продадим пенькорезку Упс, тут какая-то штука лежала Ладно, не проблема Или он сейчас мана мне увидит, а? Не, пенькорезку увидел 4000 она стоит Она нам просто не нужна Поэтому мы от нее избавляемся Ну и, друзья, мана у нас тоже приехала Давайте поставим сюда этот прицеп А мана, соответственно, уберем Ну и прицеп мы тоже продаем Он нам больше не нужен за 17 тысяч В принципе, плюс-минус то на то и получилось Ну понятно, что больше в минус, конечно Но все равно Сильно по карману это все дело То, что мы сейчас купили, не ударил Несмотря на то, что мы даже трактор супер крутой взяли И этого вот товарища с маном Кстати, можно сразу же отправить в работу Потому что, друзья, у нас есть контракт Задание, контракт пельмени Пельмени надо отвезти на универмаг Он, в принципе, всегда их принимает Поэтому давайте замутим ему автодрайв Автодрайв, да Ты у нас едешь на птицеферму Мясозагрузка Там ты загружаешься Едешь на точку продажи Там у нас универмаг В принципе, на мебель можно ехать Там этот триггер дальше находится В общем-то, чтобы было все чутенько Так получилось, увы И везешь туда пельмени Ездить тебе нужно 3 раза Поэтому давай погнал После этого он поедет на автомойку Насколько я понимаю Несмотря на то, что он сейчас жалуется на место для парковки Что не назначено Там для грузовика все назначено Все нормально должно быть Этот погнал выполняет контракт Ну, а вот этих вот чертей мы В принципе, можно их оставить даже и на магазине пока что Подсоединим к этому трактору тюковщик Он его без проблем потянет Тюковщик 105 лошадей всего требует Смотря на то, что он в 2 раза больше по размеру Как видите В общем-то, его оставляем Ну, а на этом мы потом ручками поедем работать Как я уже говорил Полями я сейчас заниматься пока что не планирую В общем-то, тут ребята работают Все, насколько я понимаю А вот соврал, кстати, друзья Насчет пускай работают Что у нас там, во-первых, по садам 94% на восточном и 93% Но пока можно купить рассаду Когда все это дело у нас вырастет Я запущу его это все дело отвезти Покупаем мы это все как обычно вручную Грузим все тоже как обычно вручную Чтоб он за раз это все отвез Чтоб он был молодцом Один прицеп мы погрузили Точнее 7 штук на одни теплицы Покупаем еще 7 И у нас остается еще 3 миллиона денег Нормально С деньгами, видимо, у нас больше проблем Быть пока что не планируется Хотя, не знаю Я вот думаю, наверное, стоит мясокомбинат, друзья, купить Сейчас животные начнут стареть наши Продавать я их не хочу Почему бы не делать из них мясо? Просто так они на мясо не пойдут Можно продавать, но как бы хочется же Какой-нибудь херней позаниматься Так, ты стой, все нормально Я еще пока толком не разобрался Как за этими животными следить еще Вроде все понятно Но вот пока сам этим всем не позанимаешься В 17-й как-то до животных я не дошел Черт, там сейчас все попадает с другой стороны Не, не попадало, все нормально Я не очень удачно пихнул поддончик Так, свиньи опять смс-ку прислали А что не так? Пополнить корм для свиней Блин, вот это плохо Не должно быть такого То, что они замещают это все хорошо На хера орать, что не хватает корма? Ладно, может там фикс какой еще будет? А может уже был Сегодня, кстати, вышел официальный фикс для всех Который я еще не поставил Там тоже новые штуки всякие есть Но это ладно Кстати, пельменный чел приехал и не выгружается Видимо, даже там триггер далеко Так, ты все, стоишь, да? Тебе все загрузили Привязываем ремнями И просто пока оставляем здесь Когда понадобится Мы на тебя переключимся Отправим тебя в работу А пельменный товарищ у нас застрял на выезде Что-то тут не так у меня с маршрутами Надо все-таки здесь расширить было Как ты вообще едешь здесь? Ехал А, у тебя загрузка там стоит Но здесь, да, не самый удобный выезд Ну, трохи пододвинем эти точечки тогда Можно было его так вот вообще пустить Чтобы он вот здесь по кругу петлю делал Посмотрим, как оно в следующий раз будет Сейчас я его ручками вот так вот поправлю И еще раз должен будет проехать Тут в принципе нормально Так, а косилка? Что с косилкой? А, косилка, скорее всего, уперлась в другого товарища Который приехал на автомойку Она, скорее всего, все докосила Погнали глянем Блин, бегает быстро, а плавает не очень Так, где наша полянка? Я заблудился Вот здесь она должна быть Черт, колючая проволока Ну да, он тут все скосил, кстати, с волками Но это не важно Что у нас на автомойке? А, да, товарищ, который картоху возил Он же сюда приехал Все понятно, все понятно Давай тебя, друг, тогда поставим на место Твои услуги пока что не нужны Да, ну здесь нормально ты будешь стоять Ну и косилку, я думаю, имеет смысл вообще в гараж поставить тоже Она свое дело сделала, черное Или может ей прописать другое место гаражное Да и парковочное место туда прописать Не мыть ее никогда Потом одной кнопкой отправлять все время Грена узнает Ладно, не важно Так, ну стой здесь тогда У тебя все нормально будет Есть у нас еще два хлопковых комбайна, которые я вот не знаю нужны нам или нет Но на самом деле, кстати, с учетом того, что у нас ткацкая фабрика еще есть Где она завода ткацкая фабрика? Хлопок уже почти весь переработался А вот сухая солома льна тут еще как бы много И может быть имеет смысл еще в каком-нибудь поле переработать Ну то есть хлопка взять, купить Точнее не купить, а посеять хлопка И собрать, переработать В общем-то, скорее всего, так и сделаем В следующий раз Например, четвертое, пятое поле довольно-таки большое На отшибе находится Или шестое, седьмое Ну шестое, седьмое, сколько там? Два-три тюка будет от силы Или вообще оба этих поля засеять Как вариант И отправить на переработку Так, что я еще хотел сделать Я хотел, друзья, посмотреть семена Семян у нас осталось 19 кубов пшеницы Всего было 36, по-моему На посев И на следующий раз я тоже собираюсь сеять пшеницу Поэтому, может быть, имеет смысл отправить товарища Взять еще Да, все семена я, кстати, продал Чтобы место было Давайте отправим его Чтобы он два раза пшенички привез Ее требуется много И хлопка, да Хлопка возьмем Один поддон Один прицеп Пускай будет Ты у нас, конечно же, софт Через автогруз это все делаешь Загружаешь из склада семена Давай хлопочек Садового центра Один раз И загружаешь из склада семена Пшенички Это можно делать Два раза Ферма Два раза пшеничку Давай Ну и, разумеется, на выгрузку всего этого дела Тоже надо сделать автогруз этому товарищу Что-то он как-то без этого не хочет работать Разгружаться-разгружается И потом не уезжает Что как бы странно Может там столько пшеницы не надо Ну ладно Не пропадет В любом случае Ее всегда можно будет потом продать Итого Три поездки тебе надо сделать Три поездки Семена Загрузка На садовом центре Где же ты падла Блин, сколько Точек Семена Загрузка И здесь у нас Семена Выгрузка Три раза Потом приедет Припаркуется С ним тоже все будет хорошо 7.48 у нас утра Сейчас В общем-то мы Ждем тогда Я так понимаю Восьми утра И пойдем еще Сделаем заявку На мясокомбинат Не знаю почему Но мне вдруг захотелось Мясокомбинат купить Хотя в планах У меня такого не было Если честно Такс Я тут короче Решил сам покататься Отвезти эти самые пельмени Потом что-то ушел Начал своими делами Какими-то заниматься Провафлил момент загрузки Короче ладно Неважно В общем-то Привозим мы пельмешки Этот прицеп Я пока оставлю С этим грузовиком Здесь Контракт у нас Сейчас будет считаться Выполненным Получим еще Плюс один рейтинга И кстати говоря У нас еще Из-за того что мы Купили животных У нас он еще вырос Сейчас я вам все покажу Но в первую очередь Меня интересует Контракт Стынь Контракт на поставку Товара пельмени Выполнен Получили мы за это Все 550 тысяч За все поездки За все 150 кубов Вполне себе нормально Но и плюс один К рейтингу Это тоже Самое прекрасное Итого у нас Уже 24 контракта Выполнено Всего животных У нас 4876 Нормально 21 рейтинга В общем-то У нас Они все забиты По сути дела То есть Больше их уже не станет А ну еще Овечек молодых Может А и Свинок молодых Еще может прибавиться Так что да Станет чуть больше Задание на полях 617 Я их иногда Выполняю Когда нечего Делать Обмолоченная площадь Уже кстати Довольно таки Внушительное количество Время в игре 593 часа Скоро будет 600 Еще плюс 1 рейтинг Будет Собственных объектов 26 Ну наверное Сейчас еще Мясокомбинат Купим Станет 27 Ремонт общественных Это все понятно Это не меняется Железа Это все пока что Не работает И в наличии Монет 30 Найденной монеты 61 Где-то я еще Последнее время Монетку Скоро 124 Рейтинга Это понятно Погнали в риелторское Агентство И вот оно Итак Что мы хотели купить Блин Может еще поле Купить Например 23 Всего 500 тысяч Стоит Будет уже Такой большой Участок Почему бы и нет Ну ладно Потом подумаем Сейчас меня Интересует Так Либо комбинат Мы покупать Вообще не будем Консервный завод Мы тоже вообще Покупать не будем Молочный завод Тоже покупать Не будем Скорее всего Вообще И из не купленного У нас остается Мясокомбинат Который мы возьмем Ну и потом Сад плодовых деревьев И рыбхоз Когда это все На карте появится Так у нас кстати Вот все Выкуплено Получается Еще мебельную Фабрику Продадим Правда И ткацкую Фабрику Тоже продадим По участкам Кстати Что еще Можно купить Заброшенный Цех Я там Гараж Поставил Построил И до сих пор Им не пользуюсь Машинный двор Вот эти вот Все территории Тоже можно Кстати Попокупать Просто даже Для рейтинга Тупо Будет Ну или может Хранить Там что-нибудь Склады Какие-нибудь Ставить Луга Покупать Как-то у меня Желания особого Нету Леса Покупать Типа Можно и покупать Ну и полей Конечно У нас Туево Хуча Не куплено Можно 20 поле Купить Под травку Еще тоже Там у нас Овчарня Ряда Можно Тюки Будут Туда Все Возить Сразу Складывать В чем-то Надо Будет Надо Этим Подумать Ну ладно В первую очередь Меня интересует Мясокомбинат 2500 у него Номинальная Стоимость Мы его Берем Точнее Делаем Запрос У нас есть 3500 В общем-то Даже если За 3 его Продадут Нормально будет Еще даже На рассаду Хватит На последнюю Семена Вроде как Купили В общем-то Ответ у нас Будет Скорее всего Кстати На стриме Друзья Впереди В общем-то Надо убрать Поля Это самое Такое Емкое То что я Не собираюсь Снимать Завтра вечером Это будет Ну для вас Это конечно Для всех Уже прошло 4 апреля Будет стримец На котором Я все это Дело Поубираю По быстрому И в общем-то Буду этим заниматься А потом я Эту серию Продолжу Ну и на ней В общем-то Будут по сути дела Просто подведены Итоги Не очень много Всего сегодня Произошло Интересно Потому что По сути дела Уже карьера У нас то и Заканчивается Здесь Хотя может быть Выкатят прям Скоро Глобальное обновление Какое-нибудь С новыми штуками Тогда можно будет Их посмотреть Но в общем-то У меня уже есть Мысль Насчет Новой карьеры Которая будет Я пока На деталь Ладно Это все на самом деле Неинтересно В общем-то Друзья Я убираю Все поля На стриме Ну и после этого Мы с вами Опять встречаемся Здравствуйте Друзья У нас прошел Стримец Он был вчера У меня И очень длинный Там 5 с копейками Часов И на нем Мы убрали поля Эти поля Уже убраны И уже даже Почти засеяны Осталось только Вот 8 9 10 Еще засеять И все будет Чики-пуки Что у нас В общем-то Происходит Мы тут Немножко Убрали соломки Во-первых И закинули Это все дело На склад Тюков Коровник Я собираю Здесь квадратные тюки Чтобы Ну чисто солома Знаете Квадратные тюки Там много Влазит Я думаю Вот этого Количества Хватит Довольно-таки Надолго Отсюда Потом Наверное На склад Овец Еще перевезем Немного Почему бы и нет Три прицепа Я отвез По-моему Или 4 Ну и вот Сколько у нас Тут еще осталось Сами видите Еще много Этой самой соломы Это Третья или Четвертая Проходка По-кругу По-моему Идет Но это Ладно Это я сейчас Доделаю Плюс посев Я тоже Там Доделаю Также Друзья Мебельная Фабрика У нас Работала Все это Время И вся Древесина Наконец-то Переработалась Можно даже Ее выключить Лесопилку Производство ДСП Производство Мебели Еще линии Работают В общем-то Осталось У нас Еще Щипа Брус Это все Дело Будет Перерабатываться В мебель Если За сегодня Это не успеет Скорее всего Не успеет То я запущу ТО Вот эти значки Говорят о том Что надо ТО На ночь запущу Если опять Не забуду Если забуду То как бы И хрен С ним Там еще Ресурсы За 60% Осталось Вся эта мебель Параллельно Урал Ездит Вывозит Мебель Вот 372 куба Он это сделал За 5 часов Ну 360 кубов Он за 5 часов Вывес Просто я его Сейчас опять Запустил То есть 30 поездок Он сделал Как бы И катается И пускай Катается Всю пшеницу Мы перевезли На мельницу Ее около 1300 наверное Кубов Было Сложно уследить В общем то Уже есть 109 кубов Фасованной Пшеничной муки Пускай Оно перерабатывается Сейчас я опять Засеял пшеницу Мы с ней Сделаем Абсолютно То же самое И будет у нас До хренища Муки Линии кстати Эти все уже Прокачены До 4 уровня 5 уровень По моему Будет только Когда будет 140 рейтинга Нам в общем то Еще далековато До этого Но в общем то Все работает Крупорушка У нас тоже Работает Я вот не помню Отвозил ли я сюда Кукурузу Не отвозил Ну и ладно У нас по факту Еще кукуруза До хрена есть На складе И пшеница Тоже до хрена Есть на складе Ладно С этим я разберусь В следующий раз Еще друзья Нам пришел Новый контрактик Я его принял Это контракт На овощное рогу Овощные рога Сейчас у меня Увы Нет возможности Посмотреть Что надо Для их производства Потому что Консервный завод Сейчас занят Другим нашим заказом Но Ребята там На стриме Короче Посчитали Что для этого надо Сколько времени Это все будет Выполняться Сколько времени У меня еще Будет выполняться Контракт на томаты И в общем то Мы посчитали Что я успею Сделать этот контракт Но это тоже Будет в следующей серии И этим я буду заниматься Время на выполнение 90 часов Еще есть Вроде как Около 12 дня Следующего дня Освободится у нас Консервный завод Можно будет Сделать новый заказ Короче там Всего должно хватать В следующий раз С этим разберемся Ну и во время стрима Друзья Нам пришел ответ По поводу Нашей Учнее не нашей А просто Мясокомбината Нашего Номинальная стоимость У него 2500 С копейками Смотрим ответ 2700 Мы его покупаем У нас остается 370 тысяч И на рассаду Что надо будет Покупать Еще один раз И заказ на производство Надо будет брать Тоже денег стоит Падла Ладно С деньгами разберемся Чуть что кредиты Рейтинг у нас Уже 126 Потому что мне За лишний час Накинули Плюс еще появилось У нас Новый объект В собственности Поэтому тут В принципе Все хорошо С мясокомбинатом Друзья Разбираться будем Наверное уже На следующий Игровой день Посмотрим Что там да как Сейчас тоже Особо желания Этим пароваться Нету Хотя Давайте посмотрим Что он умеет И как быстро Он что делает Во первых Его производственные Линии Можно прокачать Без проблем 78 рейтинга Требуется Но комплектующих Много Сейчас денег На них особо Нету На эти самые Комплектующие Но посмотрим Не знаю С какой скоростью Но что там Все работает Мясокомбинат Скотобойня Работает с фиксированной Скоростью Понятно Линия производства Колбас 6 кубов 7 кубов Как-то не так много Но на самом деле Не так много мяса Мы будем подвозить Поэтому не проблема Наверное Ну если что Прокачаем Для производства колбас У нас используется Мясо соя лук Пельмени Мясо соя Пшеничная Фасованная мука И пельмешки Но мы уже контракт делали По ним Поэтому тут в курсе Мясо белый рис Лук Используется Масло Молоко Лук Будет делаться плов Пока что нету риса Поэтому эти две линии Трогать вообще смысла нету Вообще в первую очередь Конечно интересует Скотобойня Чтобы лишних животных Туда отвозить Старых И получать мясо Здесь склад Такой специальный Стоило называется 60 овечек 70 коровок 70 свинок Он в себя вмещает Но пока у нас еще нету Старых животных Поэтому наверное Пользоваться мы ей не будем Но вот этими линиями Если только контракты Тогда Тогда что-нибудь будем делать Поэтому мясокомбинат Нас сейчас В принципе-то и не интересует Вот Вроде как план Понятен Что мне еще надо доделать Что тут еще будет Производиться Поэтому друзья На этом я серию завершу Не забывайте про подписочки Если вы еще не подписаны Про лайки Если вы их еще не поставили Потому что их должно быть дохренища Там была монетка Но хрен на нее Если хотите смотреть серии заранее То можете оформить Дешевенькую спонсорку Тем кто уже это сделал Огромнейшие спасибочки На этом у меня все Всем спасибо за просмотр С вами был Никита Дзилэй Всем покаки